Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Вы знаете, пока Андрес Сукре там ездит по людям, там спрашивать насчет того, кто его мамку оскорбил и так далее на Мазде, я бы хотел вам сказать, что Аризона, роли плей Феникс, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, по которому вы сможете получить 150.000 долларов при достижении вами 5-го игрового уровня на этом самом проекте, вы сможете получить 300.000 долларов на руки своего персонажа, так сказать, вам даже не придется ехать в банк, делать какие-то прочие операции, просто вот вы получите сразу же моментально 300.000 игровой валюты, вот прям вот, знаете, вот так вот, и вот все у вас будет прям максимально в наилучшем вашем виде, и вы вообще офигеете, охренеете, скажете, блин, как так, почему я об этом не знал раньше, почему я не ввел вот этот вот, знаете, никнейм раньше, и почему я не сделал все остальное раньше, да, то есть что-то наподобие того. Вот, значит, о чем я сегодня хотел бы говорить? Я вроде об этом уже как-то говорил, либо этого касался, но тем не менее я, как я и обычно говорю насчет всего этого, я эту тему, скорее всего, затронул как-то, знаете ли, поверхностно, вот как-то я там сказал немного, что-то где-то, да, и все, и больше как бы к этой теме абсолютно точно не возвращался, то есть сказал и сказал, ну и что тут вот такого вот, да, то есть ну вот просто вот так вот было, и как-то не раскрыл эту тему полностью. В данном же видеоролике я хочу наиболее конкретно раскрыть всю вот эту вот сторону всех вот этих вот вещей рассказать, когда хорошо, когда плохо, когда необходимо это делать, когда необходимо это делать, необходимо, не необходимо это делать, наверное, никогда, только, знаете, в каких-то очень редких таких вот, знаете ли, случаях и во всем прочем. У моего одного из самых хороших друзей Ярослава Брулева, то есть там, знаете, у меня есть много разнообразных друзей, вот недавно Андре Сукра тоже добавился таким, знаете ли, другом, у меня есть такие друзья, как Данил Геррера, Ярослава Брулева, безусловно, там и все прочее, вот мой друг, один из самых лучших, Ярослав Брулев, он как-то записал, знаете ли, на своем канале такой видеоролик, где там читал комментарии токсичных, как он выразился, людей из запрещенного журнала, как, так сказать, вы его, наверное, все знаете, вот, и рассказывать о нем тут не имеет особого смысла, так вот, рассказывал про людей из вот этого вот самого токсичного журнала, что они вот так вот, мол, токсичат на каждый, каждую новость про него, там что-то говорят и так далее, и я бы тут немного хотел защитить вот этих вот людей, которые что-то такое делают, вообще, в последнее время в интернете, да и вообще везде распространилось такое понятие, как вот это вот кибербуллинг, вот это вот буллинг, вся какая-то прочая хуйня, вот, что я могу сказать, в мое время, когда я начинал делать канал на ютубе, когда я только еще пробовал себя в разнообразных таких, знаете ли, жанрах, там, в Майнкрафте, да, в обзоре модов по Майнкрафту, мне прям, вот, знаете ли, многие люди писали, желали смерти, обычно, знаете же, еще 2013 год, там, эра скайпа, там, вот, самое такое, знаете ли, расцвет скайпа, все по скайпу общаются, оставлял свой скайп, блять, мне люди добавляли, а я же, знаете, я же такой общительный, там, со всеми пообщаться могу, люди добавляют, блять, звонят, говорят, знаешь, что твоя мамка вчера делала, блять, и вот всю прочую хуйню, то есть, реально, и, типа, поначалу я относился к этому достаточно плохо, потому что, ну, не то, чтобы неприятно было, разумеется, вот сколько мне лет, да, 11 лет, блять, и вот такую хуйню, то есть, там, какой комментарий нет, типа, ебать, ты ссылку не оставил, умри, ебать, чмо, у тебя нихуя не получается, удали канал, там, и какие-то прочие штуки, через, наверное, я не знаю, там, несколько месяцев активной вот такой вот деятельности, когда я, там, обозревал моды по Майнкрафту, выкладывал, и постоянно такую хуйню писали, выработался уже какой-то иммунитет, и, знаете, в моё время не было такого понятия, как кибербуллинг, или вообще буллинг, блять, никто никого не булил, даже если кто-то кому-то что-то писал, говорили же, блять, ну, это ж в интернете, блять, да и всё, типа, ну, чё тебе, какая разница, и в самом деле, блять, почему люди как-то могут обижаться на какие-то слова, сказанные в интернете, ж дурачок, блять, написал, ты ж его даже не видишь, блять, он бы тебе это в реальной жизни, блять, ну, мало когда сказал бы, и всё, блять, какая тебе разница вообще, чё там про тебя сказали, вот, но, понимаете, люди достаточно многие, это, наверное, вот, я заметил это за женщинами, как бы, да, то, что там Саша Спилберг, да, там, какая-нибудь Марьяна Ро, Ярослав Брулёв, там, вот, прочие какие-то, представительницы прекрасного пола, они, вот, очень плохо реагируют на такие вот, знаете ли, оскорбления в свою сторону, то есть им с самого детства твердили, ебать, ты там, принцесса, самая лучшая, самая классная, а потом, вот, то есть, происходит вот именно так вот, и вообще у них прям рвутся все шаблоны, как, как меня могут вот так вот оскорблять, как такое могут при меня говорить, ведь мне же говорили, что я там самая лучшая, самая классная, там, и так далее, вот, как теперь при меня такое говорят-то, непонятно, и вот у человека ломается абсолютно точно шаблон восприятия, он не понимает, как его могут хейтить, за что, Он же вроде ничего такого и не сделал И это была такая, знаете ли, маленькая подводочка Маленькая предыстория ко всему тому, что я расскажу дальше Бывает такое, что Ярослава Брулёва или какого-то прочего GTA-самп-ютубера Отличающийся редким, знаете ли, говноконтентом Вот это вот, там, купил аккаунт за 3 рубля, там, ебать, что будет, если приехать на монстре Ебать, продавать монстр, там, делать какую-то прочую хуйню, да, то есть И, разумеется, что такой контент, он для детей, нравится абсолютно точно не всем И его, как бы, совершенно справедливо Ярослава Брулёва Потом, когда где-то его постят, даже ролик абсолютно не связанный с этим То есть он говорит, то есть там, в комментариях пишут люди О, это же тот чел, который, ебать, там, аккаунт за 3 рубля покупал какую-то прочую хуйню Вы знаете, люди, которые снимают вот такую вот хуйню для детей Которые гарантированно наберут просмотры, кто бы её, блядь, не снял Там, купил аккаунт за 3 рубля, там, сделал ещё какую-то хуйню Главное, успеть попасть в тренд Главное, успеть попасть в тренд Потому что я снял вот такой подобный ролик с рофлами за все прочие хуйню Сделал, конечно, не такое красочное превью, как было там у Ярослава Брулёва или у прочих людей Но в тренд, к сожалению, уже не попал Уже, к сожалению, никто, вот, чем-то подобным, да, не занимался И, ну, как-то вот именно так это всё получилось Ну и, в общем-то, Ярослав Брулёв, вот, частенько его хейтят в комментариях Там, припоминая вот эту вот хуйню, мол, то, что он там ебать аккаунт за 3 рубля покупал Пусть идёт там дальше аккаунты покупать и так далее Он, разумеется, на это горит, на всё Я не понимаю, почему людей как-то волнует мнение о них в интернете У людей, понимаете, любой человек, это же чей-то сын, блядь, это же чья-то дочь, да И вот для этих самых людей, а человек, он как бы, ну, идеален для мамы, там, для папы Это, конечно же, не без изъянов, конечно же, не без всего того Но человек, он абсолютно забивает на мнение, там, папы, мамы, каких-то прочих людей, друзей, возможно И вот как-то обращает внимание на людей из интернета Зачем, блядь, первый раз и последний видишь таких людей, возможно, вполне возможно И вот так реагировать, ну, это абсолютно непонятно Однако, я не разделяю кибербуллинг, какую-то прочую хуйню Потому что делали про меня, там, всякие, вы знаете, вот эти вот паблики ВКонтакте И прочиху не особо приятно, да, не особо приятно Но я на это реагирую, типа, блядь, сделали и сделали, ладно Типа, там, выложили какие-то фотки, какие-то видео, которые были в открытом доступе Ну, ладно, блядь, чё мне сейчас делать? Поехать, блядь, в шарагу к этим людям, блядь Начать их там спрашивать за вот эти вот картинки, которые они выложили Которые в свободном доступе были или чё? Нет, спасибо, у меня как бы Мазды нет И в Казани я не живу, да, или в каких-то там городах эти люди живут, неважно И, вы знаете, то есть, я не хочу оправдать людей, которые как-то там, знаете, токсичат, кибербулят и так далее Просто я хочу сказать в том, что если вас токсичат, если кибербулят, то это делают не просто так Да, бывают некоторые прецеденты, которые там, знаете ли, просто вот хочется им кого-то похейтить Да, вот просто ни за что, просто вот к чему-то там придраться и так далее Да, не знаю даже, про кого так можно сказать Вот, то есть реально, вот так вот могут придраться, могут вот так вот Чё-то там просто из ничего, абсолютно какой-то конфликт высосать и так далее Вот, и всё вот такое подобное сделать реально, чтобы как-то человека только оскорбить Как-то на эмоции вывести, понимаете, люди мыслят так, что вот человека оскорбил Вот и как будто бы лучше стало, вот какую-то гадость вот эту вот человеку написал и так далее Но справедливости ради могу сказать, что когда Ярослава Прулёва постит Когда постит какой-нибудь там, я не знаю, абсолют роли плей Когда постит какого-нибудь там, я не знаю, Хьюго Ромера И в комментарии пишут, ой, это же тот Рофловый чел, который, блядь, аккаунты За 3 рубля покупал, и я полностью на стороне Этих людей, и я как бы полностью На стороне этих людей, потому что реально, блядь Ну вот, делая контент, и ладно бы, это просто Я понимаю, капитализм, там, всем надо Зарабатывать, всем нужны вот эти вот все Просмотры и так далее, я понимаю, да Всем это все вот нужно Но не отпускаться же до такого уровня Что прям вот такие вот самые низшие Какие-то вот низменные Потребности вот этих вот Людей удовлетворить, ну в самом деле, блядь Ну, ребят, ну что такое Ну, ну как это работает Ну для чего, ну вот просто Вот в самом деле, если уж и сделали Эту хуйню для того, чтобы там просмотры Например, для того, чтобы там еще какую-то Прочую хуйню сделать, то уж не кичитесь этим Да, там, как Ярослав Грулев может кичиться Ебал, у меня 200 тысяч просмотров На ролике, там, продал, купил Аккаунт за 3 рубля, там, сделал Все прочие вещи, там, ебать, что Будет, если заехать на монстере Ебать, или на монстре вот это вот, блядь На авторынок Аризона И нихуя не отснять, ебать Че ж там такое будет-то, вот Это люди, которые этим кичатся И потом всерьез удивляются Ебать, а почему меня захейтили Ебать, а почему урод в токсичности, да То есть, ну, что с вами не так Че с вами, блядь, не так Ну, на полном серьезе, блядь Владислав Павлов, который, там, знаете ли, делает Эти вот сливы, а потом всерьез удивляется Ребята, я уже более адекватный, ебать Блядь, человек, который просто зарабатывает На том, что заходит на другие сервера И как-то, блядь, и мешает там людям играть Он как-то еще, блядь, имеет совести оправдываться я хую человек человек зарабатывать больше чем там чем больше чем какой там учитель чем больше чем какой-нибудь врач там давку не провинции просто тем что он заходит на сервере мешает людям играть сливает их там аккаунт и прочую какую-то хуйню серьезно этого человека смотрят этого человека смотрит действительно вот так вот говорит еба владос классно лайков то у него дохуя я рад что находится вот в этих вот самых пабликах это адекватные люди даже в таком паблике как запрещенным на территории моего канала но тем не менее ладно это все наверное что я хотел сказать опять так знаете полил немного водички чтобы вы напились и сделали все прочие вот свои вот знаете вот эти вот вещи возможно умылись айпишник аризона роли play феникс находится в описании под данным видеороликом мой никнейм находится там же и все остальное находится точно также а там же вот всем спасибо за просмотр данного видеоролика всем пока